Есть такие вещи, которые как замоза. Детская инфекционная, честно могу сказать, к таким вопросам относится. И решение ему, соответственно, вызывает очень хорошее чувство. И хотелось бы, чтобы их было больше, в том числе и с другими объектами здравоохранения. Мы сегодня обсуждали уже вопросы навигации во взрослой поликлинике. Большая, на 86 тысяч наших нижнекамцев, пациентов она рассчитана, очень хорошо получается. То есть много проектов, много сделано при всех тех вопросах, которые тоже требуют решения. Может быть, это кажется каким-то дежурным выражением, но это так. Поэтому, если говорить о том, что мне очень близко и положительно, то вот из проекта. Хотя, конечно, это было значительно выше. Сегодня индекс промышленного производства на неликам с шиней 89%. Хотя, надо сказать, по грузовым шинам ситуация значительно лучше, там 113%. И, насколько мне известно, я на днях разговаривал с представителями нижнекам с шины, что торговый дом очень активно ведет реализацию грузовых шин. И даже не хватает той продукции, которая производится, что называется, с конвейера. Надо искать рынки сбыта, надо бороться за них. Но, в целом, вы видите, и наши автомобильные салоны, и в целом, автопром, он, как правило, его первого лихорадит, колотит. Поэтому, естественно, смешанные предприятия, как нижнекам с шины, не могут эти проблемы коснуться. Но, тем не менее, выплаты зародной платы, социальных выплат, выполнение коллективного разговора там будет обеспечено. Что касается нижнекам с нефтехимой, я вот на днях с генеральным директором Пазаршавковичем Ликозином встречался, разговаривал. В целом, неплохо они заканчивают год, при всем том, что очень серьезное снижение стоимости синтетического камчика было. С 5 тысяч там падало, по-моему, до 1700, и выручали, и выручали пластики. Но, в целом, там, конечно, и за счет курсовой разницы, неплохо они заканчивают год. Неплохо. Это очень радует, вплоть до того, что они выплачивают, планируют выплатить, не знаю, в декабре или в январе, но, тем не менее, решение принципиальное с советами директоров, учредителями принято по выплате за 13 зародную плать. Это очень важно, потому что вот эти процессы, они сказались и на недоимку, и ДПЛ, мы, пусть немного, но впервые за последние годы по униждекампу и птихиму имели 1,31 миллиона рублей. Вот сейчас они, соответственно, это компенсируют или закроют эту задолженность, и будем рассчитывать, что при всех сложностях та линейка, та гамма продукции, которая производится, и как мономеры, и как полимеры, и как пластики, они позволят нам быть устойчивыми. Что касается канала «Встрой», они работают, она, наверное, и эта компания работает, работает на коммерческом жиле, есть у них ряд проектов и на промышленности, но в целом покупательская способность жилого фонда, коммерческого жилого фонда, она не очень высокая. То есть есть возможность строить больше, но потребительский или уровень, или даже не уровень, это было и в предыдущие годы ниже, чем хотелось бы. Никаких иллюзий нет. Мы люди взрослые, мы люди понимающие, как может складываться ситуация. Тем не менее, мы то, что от нас зависит, должны делать, я имею в виду в рамках и подготовки к 50-летию. Вот мы парк, мы говорили, что в 2014 году мы его очистим, мы его подготовим, мы это сделаем. А сейчас мы ведем проектные работы, с тем, что уже опять, когда будет возможность, чтобы у нас источник финансирования появившегося, он не столкнулся там со всеми проектами. То есть то, что от нас зависит, мы стараемся делать и надеемся на поддержку услуги. Продолжение следует...